Это насадка, там первая руля. Особождаем винты. Николай Паршин с напарником пробивает тоннели под вмершими в лёд судами. Слой за слоем убирают ледяные насты, чтобы освободить винты судна. Их снимут, отремонтируют в цехах. Так готовит теплоход к навигации. Работа не для слабых. Лёд нужно и пилить, и выбивать, а затем вручную убирать ледяные куски, освобождая днища. Главное – не допустить пробоин во льду. Это беда для нас, потому что бывает, пробивает майный, неосторожная работа. Ну и всеми силами пытаемся мы и заделать это. Когда получается, когда нет, майна затапливается и начинается всё сначала. Обидно, досадно, но делаем. Пригород Усть-Кута. Здесь, на плановом пункте, зимой теплоходы и баржи «Алроса-Лена». С ноября лёд на реке становится толще и начинается горячая пора для выморозчиков. Низкие температуры ускоряют процесс выморозки. Освободить одно судно можно за два месяца. До марта речникам предстоит выморозить 10 судов и 4 баржи. Вообще судоремонт начинается у нас до постановки судов на зимний отстой. Это подготовка техдокументации, подготовка ремонтных ведомостей, заказ и покупка запасных частей. Детали судна, освобождённые от ледяного плена, попадают в ремонтный цех. Здесь их очищают, ремонтируют, обновляют. Шлифуем винты, которые уже восстановили, убрали кавитацию, всё убрали, потом вот обтачивают их. Ремонт элементов движительно-рулевого комплекса и замену обшивки дна корпуса проводят сотрудники судоходной компании. На выходе детали как новые. При грамотном ремонте суда могут служить бессрочно, уверены сотрудники «Алроса Лена». Если будет качественно проведён ремонт, то и в процессе навигации теплоход отработает без поломок. Сегодня в ремонте находится 29 единиц флота. Все они будут готовы к началу навигации. Иванна Филиппова, Виктор Горелов, медиакомпания «Алмазный край».